Бытует мнение, что электромобиль это плод современных технологий, появились они недавно. Но на самом деле это глубокое заблуждение. Дело в том, что сам великий Фердинанд Порш еще в 1898 году сконструировал свой первый автомобиль. Он назывался P1. Незамысловато. Порш 1. И он был электрический. Этот автомобиль обладал мощностью в 3 лошадиные силы, разгонялся до 35 км в час и умудрился выиграть гонку в 1899 году в Берлине на международном автомобильном салоне. Но сегодня речь не об этом. Сегодня мы поговорим о Mitsubishi IMU. Электромобили. Они прошли долгий путь до того момента, когда стали действительно полноправными членами автомобильного сообщества. Дело в том, что самая главная проблема электрических автомобилей заключается не в том, чтобы его сконструировать. Подвеска, узлы, агрегаты брались от обычных автомобилей. Просто менялся двигатель с бензинового или дизельного на электрический. Но проблема вот в чем. Проблема в аккумуляторах. Дело в том, что технологии не позволяли создать аккумуляторные батареи, которые выдержали долго заряд. И это очень сильно ограничивало, скажем так, радиус действия электрических машин. Они могли проехать 20, 30, 40 км. Такие машины были неинтересны. Полуоценным электрическим транспортом можно было назвать что? Троллейбус, трамвай и электричку. Но все они привязаны либо к рельсам, либо к проводам. Автомобиль должен обладать свободой. И проблема батарей стала главным краеугольным камнем электрического автомобилестроения. Но технологии развивались и, слава богу, в 2012 году японцы выпустили полноценный автомобиль, городской автомобиль, который может перевозить четырех человек, который заряжается от обычной розетки 220, как фен или пылесос втыкается туда. И человек, обладающий этим автомобилем, является полноценным участником городского дорожного движения. И сегодня мы познакомимся с владелицей, с прекрасной владелицей данного автомобиля, который нам про него все и расскажет. Привет, Саля. Привет, Дмитрий. Спасибо, что приехала. Я рада сама. Отлично. Слушайте, давай с самого начала. Сколько времени ты ездишь на этой машине? Ну, уже, наверное, больше двух лет. Ну и как? Ой, здорово, отлично. Я, в принципе, до этого ездила на бензиновом автотранспорте. Ну, разница огромная. А самое большое преимущество для девушек – это то, что у меня парковки абсолютно бесплатные. Больше остается денег на шокинг. Конечно. Так как я работаю в центре, вы знаете, сейчас там парковки везде платные. Конечно. Соответственно, я за парковку не плачу, за бензин я не плачу. Подъезжаю вечером к дому, у меня подземная парковочка, ставлю на зарядку. С утра прихожу, сажусь и еду, наверное, остались всего где-то два дня. Мне прям нормально хватает. А сколько ты за два дня накатываешь километров? Ну, немного, ну, где-то 150. Это с прогулками вместе, то есть работа, дом, работа, дом. Да, и еще и погулять успеваю. Отлично. То есть, по сути, получается, что машина на одной зарядке может проехать от 100 до 150 километров? Ну, я могу, да. Ну, есть просто любители там погонять, да, то есть они, скорее всего, не больше 120 проедут. Понятно. Слушай, у меня знаешь, какой вопрос? Вот смотри, ты ездила на бензиновой машине, да? Вот ты прикидывала приблизительно хотя бы вот свои расходы, да? Вот смотри, ты заливала бензин, меняла масло, да, обслуживание. Здесь что? У нас из жидкости только омывалка и тормозная жидкость, и все. Все, да, и все. Ну, не, по цене, да, по стоимости обслуживания, ну, разница огромная. Правда, огромная. То есть я на бензиновом как-то получала, что если я первую машину себе купила подержанную, да, и на нее расходов было очень много. Вот, а здесь я ничего не трачу, то есть на электричество там, грубо говоря, мне списывают, ну, копейки. То есть ты приехала домой на подземный паркинг, воткнулась как пылесос в розетку. Да. И все. И все. Слушай, покажи... Иду спокойно спать. А она заряжается? Да, она заряжается. Слушай, покажи мне, как это происходит. Так, смотрите, ну, зарядку вот сюда нужно вставлять, но для того, чтобы его открыть, то есть вот тут есть такая кнопочка. Так. Она уже тут самостоятельно чуть-чуть приоткрылась. Ага, и вот это, собственно... Да. Понятно. Так, давайте я вам покажу саму зарядку. А покажи мне саму зарядку, да. Как она выглядит. Она, в принципе, небольшая. Вот, то есть это вот машина такая. Втыкается. Так. Ага, вот это вот втыкается просто в автомобиль, да? Да. Да. Прекрасно. На защелочку. А это, как вы сказали, как пылесос. А это как пылесос, да? Вставляется обычная розетка 220. Ага. 8 часов где-то, это считается, что он максимально полностью зарядился. Зарядка амалогирована, то есть все на русском языке. Стоп, сеть, ошибка, заряд. Класс. И нажать кнопочку стоп. Скажи, а вот если, когда он заряжается, предположим, ты, ну, не дай бог, заболела, да? И не пошла, не поехала на работу. У тебя поменялись планы. А она стоит воткнута в розетку. Он отключится сам, когда заряется? Автоматически отключится, и все. То есть проблем не будет. Здорово. То есть поэтому я могу спать спокойно и болеть, и не ходить на работу. Нет, лучше не болеть. Так, ну что сказать? Подожди, не закрывай. Мне вот в зале, мне же все интересно. Ну, машина, конечно, маленькая, багажник-то ни о чем. Но я думаю, что пару дамских сумок и рюкзак для фитнеса тебе хватит, да? Путешествовать я на нем куда-нибудь. Но ты только по городу не ездишь, да? По городу, да. То есть за город, ну, там ближняя дача. То есть далеко, если только с ночевкой. Слушай, скажи мне, вот по ощущениям, да? Ну, я надеюсь, ты меня пустишь за руль и дашь прокатиться. Вам не доверяю. Спасибо. Но, знаешь, мне хочется понять вот именно ощущения, да? Ты ездила на бензинной машине, да? Ты там симпатичная девчонка. Ты наверняка там не гоняешь, не отжигаешь, да? Ну, вот здесь динамики тебе хватает. Хотя иногда хочется. Хочется, да? Ну, здесь динамики тебе хватает? Мне хватает. Хватает. Я думаю, что мужчинам, агрессивным, там, любителям погонять не хватит. Потому что здесь он всего 49 киловатт. То есть это лошадь. В лошадях где-то 70 лошадей, да? То есть это, как мы знаем, не так прям много. Но до 130, извините, разгоняется легко. Нормально. Нормально. Понятно. Мне достаточно. Тем более у нас сейчас камеры везде по городу. То есть 80. Слушай, а вот динамика как-то на динамику влияет, когда у тебя, ты одна вот едешь, да? Или там у тебя там три подружки сидят? Нет, не влияет. Вообще никак. Абсолютно. А расход вот энергии, если нагрузка большая? Да, уменьшается. Чуть уменьшается. Это влияет. Влияет. Подъемности, да. Понятно. Спасибо тебе за то, что показала, как заряжать эту машину. Я теперь знаю, я вооружен. Ты обещала мне дать покататься. Я держу свои обещания. Спасибо большое. Ну все, береги только мою малышку. Жду вас. Хорошо, я ее не обижу. Хорошо. Ну что ж, машинка, конечно, маленькая. Ну, собственно, что можно было ожидать от ее габаритов? Ощущения, честно говоря, странные. Во-первых, когда, собственно, автомобиль заводишь, не происходит ничего. Никаких звуков, полная тишина. Я вот открыл окна, чтобы хотя бы слышать, как шины работают с асфальтом. Это хоть придает какого-то ощущения того, что я, в принципе, в движении. Потому что машина не издает, ну, очень молчаливый, тихий автомобиль, скажем так. Что по ощущениям? Разгон. Разгон у машины, как бы сказать, как у троллейбуса, наверное. То есть никаких рывков, ни переключения передач, ничего я не чувствую. Абсолютно просто тяга, монотонная, но достаточно резвая, надо сказать. Поскольку подвеска здесь практически от стандартного автомобиля, никаких тут изысков я не обнаружил. Самое, что не наистинно, нормальная, стандартная подвеска бензинового автомобиля. Из удобств и комфорта водителя, ну, во-первых, начнем с безопасности. Машинка маленькая, это важно. У машины две подушки безопасности, водителя и пассажира, это уже хорошо. Вот, машинка оборудована кондиционером, то есть я предполагаю, что если включить его на полную катушку, наверное, электричество будет поедаться быстрее. Но я вот предпочел в жаркую московскую погоду ездить просто с открытыми окнами. У машинки есть АБС, есть система стабилизации, которую можно принудительно отключить, не очень понимая, зачем эта функция. Потому что машина, ну, явно не располагает в какой-то агрессивной езде и валивать в ней повороты, мне кажется, глупо. Вообще, это такая прекрасная городская табуретка с крышей, которая позволит комфортно из точки А в точку Б по городским пробкам проехать, доставить собственное тело по своим делам в офис, фитнес или куда еще. И сделать это, в общем, вполне комфортно, а главное, дешево. Вот действительно дешево, потому что за все время теста данного автомобиля я проехал порядка 80 километров. Мне она показывает, что зарядки мне хватит еще практически на 70. Ну да, как и говорил владелец, где-то 150. Но я езжу в таком щадящем режиме, не гоняю, хотя пару раз на шоссе пытался ускориться. В общем-то, у меня это получилось. Что еще стоит отметить? Конечно, к электрическому автомобилю надо привыкать. И еще я вам скажу, что из потока он-то, в общем-то, ничем не выделяется. Но, 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 знающие люди поднимают палец вверх, показывают какие-то свои эмоции. Потому что, ну, забавный автомобиль, мягко говоря. Все-таки самое главное в электроавтомобиле – это его запас хода. Я, честно говоря, не рискну, наверное, выкатать аккумуляторы полностью в ноль, потому что не могу предположить, что с автомобилем произойдет. Но, скорее всего, он просто остановится, заранее предупреждая меня об этом специальной сигнальной лампой. Вот. Забавно, что на приборной панели корень заряда аккумулятора изображен в виде классической бензоколонки, но которой пристегнут шнур с розеткой в 220. Японцы, конечно, решили немножко пошутить. Что еще по комфорту? Ну, машина, кстати, узкая, но высокая. И вот эта, не знаю, как она поведет себя зимой. Мне кажется, все-таки зимний расход энергии аккумуляторов будет большой. Вот. Но то, что сюда можно сесть в зимней шапке, это точно абсолютно либо даме с высокой прической. Что касается коробки, ну, понятное дело, что она здесь, я даже не знаю, назвать автоматически. Это просто какой-то тумблер. Вот. Он имеет несколько положений. Это, понятное, положение паркинг, положение драйв и еще два положения, обозначенные буквами B и C. Это, так называемые, экономичные и суперэкономичные режимы. Как заявляет производитель, если двигаться в таком режиме, то можно растянуть работу аккумуляторов на еще большее время. Я не ощутил никакой разницы между вот этими положениями драйв, B и C. В поведении автомобиля вообще ничего не изменилось. Как он ехал стабильно, так он стабильно и едет. И индикатор потребления электроэнергии, он, в общем, ну, никаким образом не отразился. Тут забавная такая стрелка. То, что изображает спидометр здесь электронный, а то, что, наверное, у бензиновой версии должно выглядеть как тахометр, здесь, значит, стрелка показывает несколько режимов. Но вот сейчас вот во всем моем движении он все время завис на черточке ЭКО, обозначенной зеленой шкалой. Вот. Если я начинаю нажимать на газ более резво, и машина идет в ускорение, вот, стрелочка переползает аккуратненько по тому же сектору ЭКО, только в правую сторону. Вот, собственно, и все ощущения от автомобиля. Я могу сказать, что, наверное, в качестве именно городского транспортного средства эта машина хороша. Она действительно хороша. Она поможет владельцу сэкономить очень приличные деньги, потому что из жидкости в данном автомобиле только жидкость тормозная, и, собственно, в бачок умывателя мы заливаем незамерзайку, если ездим на ней зимой. А так, в общем и целом, для мегаполиса, для пробок, да и, собственно, для экономии, это хороший автомобиль. Это объективно. Привет! Ну как, какие ощущения? Вот, супер! Мне понравилось, на самом деле. То есть я тебя не обманывала? Нет, ты меня не обманывала. У меня, конечно, возникло ряд вопросов к этому автомобилю, но, в общем и целом, отличный городской автомобиль, особенно для прекрасной девушки. Спасибо, Саля, огромное. Возвращаю ключи, да, от твоей крошки. Пока! Пока!